Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами будем регистрироваться на экзамен IELTS. Итак, данная запись актуальна для жителей Казахстана. В Казахстане есть две уполномоченные организации, которые вправе принимать экзамен. Это Интерпресс и Бритиш Канцл. Сегодня мы будем с вами рассматривать регистрацию через Британский совет. Итак, поехали! Итак, заходим в Google и пишем British Council KZ. Вы попадаете на такую страницу. Следует нажать «Сдавайте IELTS С». Мы попадаем на их сайт. Идем вниз. И выбираем красную «Зарегистрируйтесь на IELTS». После этого нам предлагается выбрать, во-первых, вид экзамена IELTS. И выбрать город. Есть Academic, General, Visa и Immigration. Давайте рассмотрим классический вариант, что мы задаем Academic экзамен для учебы. Смотрите, предлагаются цены. И выбрать сейчас. Будем задавать Academic IELTS в Астане. Нажимаем «Book now». Это все, предупреждения. Так, и вот оно в поле IELTS Academic. Нажимаем «Book» – IELTS Academic. Страна у нас уже стоит, Казахстан. Есть ли у вас особые потребности в день сдачи теста? Что имеется в виду? Особые потребности в день нажимаем «Yes». Как правило, это для людей с ограниченными возможностями. То есть проблемами со зрением или со слухом. Если у вас нет данных проблем, нажимаем «No». После этого система предлагает нам выбрать месяц. Какому мы будем задавать? Давайте посмотрим на апрель. Нажимаем «Choose Location». Выбрать город – Алматы или Банру-Султан. Давайте выберем Нур-Султан. «Bitch Council». Здесь мы видим компьютер нарисованный и бумага. С 2020 года IELTS доступен в двух форматах. Помимо традиционной сдачи на бумаге, теперь можно сдавать и на компьютере. Выбираем «Search Tests». Итак, в синеме отмечены доступные даты. Давайте посмотрим, что здесь есть. Например, выбираем 4 число. Здесь нам предлагается выбрать «Paper-Based» либо «Computer Delivered». Но я буду выбирать традиционный «Paper-Based». Давайте посмотрим на другие даты. Другие даты выбираем. Третье число у нас только компьютерная сдача. Десятое – только компьютерная сдача. Семнадцатое – только компьютерная. Восемнадцатое – есть выбор. Поэтому надо смотреть внимательно, экспериментировать и находить нужный формат. Но мы выбрали четвертое число сдачи на бумаге. Так, это у нас адрес. Косыма Маджолова, 26, блок Е. В городе основна. Выбираем данный тест. Стоимость данного теста – 61 тысяча тенге. Здесь у нас приведены данные. Так, IELTS Academic, Paper-Based. То есть, задаем на учебу, на бумаге. 4 апреля 2020 года, суббота. Летянин, Ридинг и Райтинг. Так называемый основной тест. Аррайвл Тайм – 12 часов. То есть, вам нужно приехать к 12 часов в данный центр. Тест начинается в час дня. То есть, час у вас займет по времени регистрационные процедуры. Закончится все это в районе 5 часов. То есть, в общем, вы там будете находиться около 5 часов. Тест локейшн. То есть, это место, где будет проходить. А вот с Косыма Маджолова, 26, блок Е. Дальше выбираем Choose Speaking Test. Так, и у нас доступные даты только 31-30 марта. То есть, промежуток между основным тестом из Speaking могут быть несколько дней. Выбираем удобную дату. Например, 30 марта. Можно выбрать доступное время. Например, выбираем 9.40. Все, здесь готово. Нажимаем Create an account. В том случае, если вы не являетесь членом Британского совета. То есть, вы ранее не регистрировались. Если у вас уже есть, вы пишите I already have an account. Если вы делаете это первый раз, пишите Create an account. То есть, создать аккаунт. First given name. Здесь вы пишете свое имя. В вашем традиционном понимании. Меня зовут Султан. Моя фамилия Рахимжана. В данном поле мы пишем свою фамилию. Дальше у нас идет дата рождения. Выбираем дату рождения. Так. Так. Каждый пишет свое. Все. Пишем email адрес. Здесь его подтверждаем. Можно его здесь скопировать. В это поле. Так. Копируем. Сюда вставляем. Получается, я даже пропишу. И создаем пароль. Пароль для входа на данный сайт. Обратите внимание, что пароль должен содержать 8 и более знаков. При этом должна быть одна маленькая буква. Ну, как минимум, одна маленькая буква. Одна большая буква. По крайней мере, одна цифра. А также один специальный знак. То есть, это вопросительный, восклицательный знак и тому подобное. Давайте я вам покажу на примере. Вот таким образом я создаю. Покажу вам пароль. 27.09.19.84. Аврил. Восклицательный знак. Все. Далее. Выбираем маркетинговое предпочтение. То есть, например, я не хочу получать рекламу от британского сайта. Тогда я выбираю. Please do not send me marketing updates. Следующее нам стоит нажать. I agree to the account registration. И после этого нажать register. Так. Сейчас продолжим. Я здесь изменю пароль. Чтобы по данному паролю вы не смогли зайти. Так. Все. Нажимаем register. Сохранить. Теперь нам предлагается войти в свой личный кабинет на сайте британского совета. Нажимаем login and continue booking. Так. У нас здесь 5-6 шагов до регистрации. Нам дают 25 минут, чтобы все это закончить. Проверяем быстро здесь все данные. Здесь все правильно. Нажимаем зарегистрироваться. Так. В этом поле. Who are you booking the test for? Для кого вы регистрируетесь на тест? За себя или за ребенка? Выбираем для себя. Так. Где вы проживаете? Выбираем Казахстан. Адрес. Так. Город. И мобильный телефон. Хорошо. Здесь пишем свой адрес. Допустим, Oxford Street. Пишем, например, дом 15, квартира 20, условно говоря. Город. Почтовый код. Пишем свой. State не надо запомнить. И мобильный телефон. Следующее. Add ID. Выбавляем данные своего документа, по которому вы будете регистрироваться. Вам предоставляется либо паспорт, либо удостоверение личности. Допустим, я выбираю удостоверение личности. Здесь нужно ввести свой номер. Вводите какой-нибудь номер. Дальше. National Identity Card Expired Date. Обратите внимание на данный пункт. Expired Date означает дата, когда истекает срок действия данного документа. То есть не дата выдачи, а дата истечения срока действия. Выбираем данные. У каждого свои. Год, допустим, 23-й. Дальше. National Identity Card Issued in Authority Country. То есть, получается, здесь нужно выбрать орган выдачи. Будь то Министерство внутренних дел, Министерство юстиции, например, Министерство внутренних дел, Рецептали и Казахстан. Ministry of Internal Affairs of Kazakhstan. Все, готово. Дальше нажимаем Add Additional Details. Здесь мы выбираем свой All. Female, male, соответственно, женский, мужской. Title. Как к вам обращаться? Если вы мужчина, нажимаете Mr. Если вы замужняя женщина, Mrs. Если нет, замужняя, Miss. Но это не так важно. Выбираем Mr. What is your country of nationality? Какую? То есть, здесь не национальность, а гражданство. Выбираем гражданство Казахстан. What is your first language? По сути, это ни на что не влияет. Давайте я выберу Казах. Сколько лет вы изучали английский? Не знаю, на что это влияет. Мы выбираем любую цифру, которая вам нравится. Например, 5 лет. Какой уровень образования вы закончили? То есть, докторант, бакалавр или у вас имеется просто школьное образование. Но у меня есть уже с магистратурой, поэтому я выбираю Postgraduate. Добавляем следующий пункт. Occupation. То есть, чем вы занимаетесь? В какой сфере работаете? Там предоставляются разные сферы деятельности. Ну, в принципе, не так важно. Выбираем Education, допустим. What is your occupation level? На какой позиции вы работаете? Самозанятый? Наемный работник? Студент? Домохозяйка? И так далее. Например, я выберу Employee Middle Junior Level. То есть, наемный работник начального и среднего уровня. Why are you taking the IELTS test? Почему вы сдаёте IELTS? Здесь у нас есть несколько вариантов. Если из этого что-то не хотите выбирать, можете просто нажать Other. Если это для учёбы, для именно докторатуры, магистратуры, выбираем Other Educational Purposes. Так, в какой стране вы хотите учиться? Ну, так как мы регистрируемся на Академик Экзамен, соответственно, учиться. В данном случае у нас Казахстан. Выбираем Казахстан. Всё. Данный пункт идёт по выбору. То есть, смотрите. We can send your results to up to five organizations. This can include. Когда вы сдаёте экзамен и получите результаты, у вас будет несколько копий. Британский совет может отправить эти копии в указанные вами организации. То есть, это могут быть университеты, правительственные органы и так далее. Если вы не хотите этого делать, можете выбрать I will choose these organizations later. Если вы хотите сейчас выбрать, можете нажать I will choose these organizations now. И тогда здесь будет пункт выбрать страну. Например, Казахстан. Choose organization. И вот, например, список университетов разных организаций, куда вы хотите отправить результаты данного экзамена. Например, Назарбаев University. Name of a person or department. File case number. Если известно. Если известно имя человека, отправляйте. Если неизвестно, просто нажимаете следующий тап. Ну, в данном случае сделаем I will choose these organizations later. Нажимаем Review my application. То есть, проверить ещё раз. So you... Регистрационные данные. Всё проверяем. Особенно вот эти данные. Удивостерение личности, либо паспорта. Потому что именно по ним вас будут запускать. Если вы нашли ошибку, здесь есть такой справа пункт Edit. Если я нажму, например, его Edit. Редактировать. Я здесь могу редактировать. Возвращаемся сюда. Так, ну, допустим, всё правильно. Если у нас всё правильно, я нажимаю I agree to the IELTS terms and conditions. Согласен с условиями использования. И переходим к последнему этапу. Это оплата. Payment. Please fill out the payment form. Так. Вы оплачиваете, если за себя, то вы пишите myself. Здесь у нас всё сохраняется уже по умолчанию. Так. Вот этот пункт не заполняем. Не пишем. Есть у нас два варианта. Pay online и Pay another way. Pay online – это понятно. Оплатить сейчас через карту. Pay another way означает, нужно будет пойти в банк и оплатить по реквизитам. Ну, там могут возникнуть проблемы. Поэтому я рекомендую оплатить сразу Pay online. Выбираем данный пункт. Ждём, когда пройдёт. Загрузится. Выбираем тип карточки. Либо Visa, либо MasterCard. MasterCard. Соответственно, в данное поле вводим номер карты. Каждый свой вводит, само собой, дату истечения срока действия данной карточки. И трёхзначный код на обратной стороне. Нажимаем Submit Payment. Ну, у меня здесь ошибки. Потому что я не вводил свои данные. Так как я задавать АУЦ не собираюсь. После того, как мы нажмём Submit Payment, у нас появится поле, где будет написано Congratulations. You have registered for IELTS exam. То есть вы зарегистрировались на экзамен IELTS. На этом заканчивается процесс регистрации на экзамен. Большое спасибо за внимание. Удачи с дачи экзамена. Спасибо за внимание. vor futuristic реализации на экзамен.